3 декабря во всем мире проводятся специальные мероприятия, не позволяющие забыть о проблемах людей с ограниченными возможностями. Конечно, говорить об обществе без проблем очень рано, но к этому нужно стремиться. По сравнению с временами Советского Союза инвалидам в нашей стране стало жить лучше, раньше о них нигде даже не упоминали. На сегодняшний день в России более 14 миллионов человек с ограниченными возможностями. Далеко не везде предусмотрены средства, необходимые для свободного передвижения этих людей по улицам. Именно поэтому они остаются практически запертыми в квартирах. Пандусы для проезда на колясках есть в поликлиниках и больницах, но не часто встретишь эти сооружения возле магазинов и кинотеатров, возле библиотек и театральных залов. В автобус и маршрутку тоже на коляске не попадешь. И как же быть тем, кто при ограниченных физических возможностях хочет жить полной жизнью, интересной, насыщенной событиями? Безусловный театр, приехавший с гастрольным спектаклем в Сестрорецк, разрушает все представления о людях с ограниченными возможностями. Спектакль «Свадьба», поставленный по рассказу нашего земляка Михаила Зощенко в исполнении артистов театра, покорил зрителей. Платье готово? Парикмахерскую пошел причесаться, сейчас придет. Дай же мне скорее переодеться! Очень милый, очень милый. Невеста одна является. Молодой, в парикмахерскую зашел, не мог заранее оболваниться. Очень, очень современный брак. Да я, может быть, за месяц готовился к таинству брака. Может быть, я за полгода сходил в баню, в парикмахерскую. А-а-а! Может, в салон? Да мне что-то платье! Мама! Милость, я бросил. Проходите. Уже все забрали. Здрасте. Всю жизнь я и росла, и общалась с людьми здоровыми. И вообще, в принципе, это мой первый опыт общения с такими же людьми, как и я. Но после этого я поняла, что это так очень круто. Даже лучше иногда, чем просто со здоровыми людьми общаться. И легче найти общий язык, очень много тем. И вот как раз вот прям соприкасаешься с друг другом именно вот такими нотками, которые вот со здоровым человеком не поделишься. Я прям в ней весь в нитя пение. Позвольте. Ну что же вы такое говорите-то? Только теперь. Ой. При полном свете. Я вижу, какая вы полнейшая красавица. И я весь горю. Да как вы смеете? Нахал! Нахал, нахал! Мы все можем. Обыкновенные люди, они ограничены в чем-то одном. А мы универсальные. Универсальные солдаты творчества. Гойка, гойка, бис! Ура! Гойка, гойка, гойка! Безусловный театр – это единственный театральный коллектив в нашем городе, объединивший людей с ограниченными возможностями. Не поворачивается язык назвать их инвалидами. Пингвины же тоже птицы, но они только летать не могут. Мы такие же люди, только кто-то ходить не может, кто-то еще какие-то ограничения делает. Но мы те же люди. Хочется дарить радость, улыбки людям, приходящим на наши спектакли и так далее. Мне нравятся все роли. Чем больше, тем лучше будет. Мы все намекаем нашему товарищу-режиссеру, и не одному, а целых трем. Давайте еще что-нибудь поставим, давайте еще поставим. Но они сказали, да-да-да, скоро будет. Но больше всего мне понравилось, мы как-то делали монолог Серенда Бержерака. Вот там мне больше всего понравилось. И я бы хотел когда-нибудь в будущем сыграть полностью эту роль полную. О, так вот же она там, среди гостей ходит. Разве? Нет, я бы, конечно, ее узнал, но только пальто. У этого проекта большая предыстория. Потому что до этого я делал много программ и проектов, концертных программ с людьми с ограниченными возможностями. В том числе в Октябрьском зале, в ДК Горького. И тогда обратил внимание на те таланты, которых, в общем-то, нет у людей здоровых. То есть вот это их желание, это стремление к самореализации, оно значительно выше, чем у здоровых людей. Хотя я их не считаю совершенно больными, вот это звучало формулировка здоровые, вот это меня как-то немножко коробит здоровые, нездоровые. Ну, скажем так, у тех, у которых нет каких-то физических отклонений, недостатков. Потому что, по сути, они здоровее, чем любой здоровый человек. И возникла тогда идея создать этот театр, чтобы собрать вот этих вот людей, уникальных людей, собрать в одном месте. И чтобы это было не разово, вот они собираются там раз в год. Вот мы провели фестиваль, и все, потом они разбежались, и опять каждый варится в собственном соку, закрывается в своей квартире, сидит там, не выходя оттуда месяцами, а то и годами. Мы провели несколько кастингов, было очень много народу, скажем так, у нас примерно было 8-10 человек на место. Собрали самых талантливых ребят, которые пришли на кастинги, ну и началась работа уже. Многие из них говорят, что спасибо вам, что наша жизнь, в общем-то, приобрела совершенно новую историю. И что вот действительно сидели, не знали, куда пойти, куда себя применить. И тут вот такой возможность самореализации, это очень серьезно. Безумно приятный зал. Мы уже немножко пока с завистью посмотрели, во-первых, посмотрели, какой зал у нас может быть. Ну, может, чуть побольше мест, там тысячи две, там, конечно, только, но форма такая же. А зрители очень хорошие, Сестроверск, вообще Сестроверск очень хороший город. Не потому, что я здесь, а мне нравится атмосфера. Атмосфера здесь очень хорошая. Одна река сестра, чего стоит. Да, понравилась. И публика была очень хорошая. Самое главное, что это сейчас большая редкость умная. Вполне возможно, что на самом деле Михаил Зощенко и написал эту историю в Сестроверске. Поэтому определенным образом история сделала такую спираль во времени. И снова вернулась к той точке отправной, с которой все начиналось. И поэтому Зощенко, свадьба, Сестроверск, это все на самом деле, возможно, некий такой антураж тех событий чудесных, интересных, необычных, смешных, забавных, юмористичных, которые вот когда-то произошли. И поэтому это нормально, это хорошо, когда ты возвращаешься к самым истокам, к началу. И в этом есть определенная такая знаковость. И, конечно, Сестроверск, место замечательное, и люди здесь прекрасные. И то, каким был сегодня зал, это очень греет и дает надежду на то, что мы когда-нибудь сюда еще вернемся. И к тому же 23 декабря, если жители Сестроверска доберутся до Петербурга, они смогут прийти к нам на спектакль в Театр Остров, что на Каменноостровском проспекте, 28, и посмотреть нашу премьеру «Ночь» в Театре 2. В библиотеках курортного района проходят разные мероприятия. К нам частенько приезжают и спектакли, профессиональные, полупрофессиональные. Иногда мы встречаем и любителей. Сегодня произошло совершенно удивительное мероприятие, на мой взгляд. К дню инвалида к нам приехал безусловный театр. Если вы не пришли на этот спектакль, вы очень много потеряли. Я вам говорю честно, я видела уже многое. Ребята по-настоящему хорошие актеры, они фееричные, они открытые, они очень классно играют, а на самом деле мы получили большое удовольствие. Надеемся, что они приедут с новыми постановками к нам. Так что, пожалуйста, не пропустите. Ура, Сестроверска! И мы будем приезжать к вам в гости. Субтитры сделал DimaTorzok